Падение рубля и биткоина, рост государственного долга, бесплатный проезд для школьника в общественном транспорте. За прошлую неделю накопилось много новостей, и мы сейчас с них с вами разберемся. Привет! С вами Анна Давыдова, и сегодня мы рассмотрим новости из мира финансов, которые особенно запомнились нам на прошлой неделе. Мы не ждали и не гадали, а он пришел, цифровой рубль, и совсем скоро он заменит обычные деньги. Но это не точно. А если серьезно, такое действительно может случиться, но не в ближайшем будущем. Тем не менее, первый заместитель председателя России Сергей Швецов видит будущее цифрового рубля в позитивном свете. Он считает, что через некоторое время цифровой рубль сможет заменить наличные средства. Эта перемена вызвана определенными обстоятельствами. Дело в том, что в пандемию коронавируса люди поняли, что бумажные деньги не геничные, поэтому лучше всего использовать вместо них безналичные средства или цифровую валюту, когда она будет выпущена. К тому же, печатать наличные деньги экономически невыгодно. Все мы знаем, что наличные деньги используются в сером бизнесе или когда нет альтернативы. Путь цифровой валюте будет небыстрый, так как серая экономика еще предстоит разбираться. Но это будущее становится ближе, чем мы думаем. По мнению Сергея Швецова, через несколько десятилетий бумажные деньги будут считаться маргинальными и их заменить в цифровую рубль. А знаете ли вы, что в середине 2020 года эксперименты с цифровой валютой проводили сразу несколько стран, число которых особо выделяются Швеция, Южная Корея и Китай. Китай в этом вопросе, как всегда, впереди планеты всей. Поэтому в апреле прошлого года сразу в нескольких городах Китая, Шэньчжань, Чэньчжу, Суджоу были проведены внутренние испытания цифровой валютой. В рамках эксперимента в Суджоу некоторые гослужащие получили часть субсидий на транспорт цифровой валютой. В Суджане жители могли расплатиться ей в крупных сетях фастфуда, такие как Макдональдс, Старбакс и Саввэй. Заплатить цифровым юанем можно было также за продукты в местных магазинах, а также купить с помощью него абонемент в тренажерный зал. Ну а к чему приведет эксперимент с цифровой валютой, мы узнаем по всему видему совсем скоро. В понедельник, 31 мая, заместитель председателя Российского Совета Безопасности Дмитрий Медведев внес предложение о бесплатном проезде в общественном транспорте для школьников. Минтранс прокомментировал эту инициативу, сказав, что она имеет право на жизнь, поскольку субъекты России имеют право устанавливать бесплатный проезд для отдельных категорий граждан. Власти каждого конкретного региона могут устанавливать льготные тарифы и делать билеты бесплатными. Пока неизвестно, будет ли эта инициатива воплощена в жизнь, но такая возможность есть. Помимо предложения о бесплатном проезде, Дмитрий Медведев также предложил сделать ежегодную программу детского туризма. Я считаю, что подобная инициатива стала бы отличным подспорьем для родителей и школьников, но будет правильнее распространить эту инициативу для всех, а не только, например, для детей многодетных семей. Российский государственный долг достиг 17% ВВП, что заставляет почти 20 трлн рублей. Миринорма считает 60% ВВП, поэтому по рассуждениям Минфина Россия может занимать еще и еще. Низкий уровень задолженности считается более позитивным. Благодаря нему можно предсказывать государственный бюджет, но в то же время это чревато рисками слабого развития фондового рынка, нехватки активов для банковских и страховых организаций. Наша страна располагает отличной гибкостью в вопросе привлечения средств, пока нам удается снижать риски для инвесторов, которые вкладываются в облигации федерального займа. Некоторые аналитики переживают, что наращивание государственного долга может привести к дефолту, но в министерстве говорят об обратном. Считая уровень вблизи 20% от ВВП безопасным, от государственных долгов переходим к теме пособий. И на повестке дня следующая новость. Новую инициативу «Отцовский капитал» как поддержку многодетным семьям внес Сергей Рыбальченко, член Совета при Президенте по реализации в госполитике в сфере защиты семей детей. Размер предполагаемого отцовского капитала будет составлять 639 400 рублей. Председатель коллегии адвокатов Сулим и партнеры Ольга Сулим поделилась своим мнением по поводу ведения отцовского капитала. Сулим считает, что данная мера поддержки направлена на улучшение демографической ситуации в стране. По ее мнению, в последнее время в России многодетные семьи получили достаточно бонусов. Были назначены дополнительные выплаты на детей и, самое главное, материнский капитал за первого ребенка. Теперь расти детей россиянам стало гораздо проще. Но Сулим непонятно, как отцовский капитал будет существовать с материнским. Адвокат беспокоится о том, что права детей из многодетных семей без отцов могут быть таким образом ущемлены. Ольга Сулим считает, что существует риск оформления пособий неблагополучными семьями целью наживы. Поэтому лучшим вариантом будет установить зависимость выплат пособий от социального благополучия семьи. Но как это сделать? Отцовский капитал предполагается выплачивать по рождению трех и более детей. К слову, это еще не единственная мера, которую предполагается внести для поддержки многодетных семей. Также для них предполагается внесение ежемесячного пособия в размере 2,5 тысячи рублей на каждого ребенка в многодетной семье. Это все, конечно, хорошо, но деньги из федерального бюджета можно потратить на другие меры. Развитие инфраструктуры городов, дорог, детских садов и школ и другие проекты. Ну а на очереди у нас еще одна не менее интересная новость. Существует... События в мае этого года потрясли неприятно инвесторов. Так что же случилось? Дело в том, что за май 2001 года рынок биткоина обрушился. Его цена упала на треть по сравнению с апрелем. Май текущего года был признан худшим месяцем для биткоина. Это случилось неожиданно для всех. Ведь еще в апреле 2021 года криптовалютный рынок был спокоен, а 14 апреля биткоин достиг максимума за всю свою историю. Сейчас цена биткоин составляет около 36 тысяч долларов. Инвесторы теперь не торопятся вкладывать свои деньги в биткоин, так как он считается слишком нестабильным. Я же считаю, что теоретически это сокрушительное падение можно было предсказать, ведь долго на таком высоком уровне биткоин держаться просто не мог. Но мы все верим в чудо и надеемся на хорошее. Биткоин никогда не считался стабильной валютой, поэтому если и вкладывать в него, то с большой осторожностью. Пресс-службы Московского кредитного банка объявили о начале процесса реорганизации, который произойдет за счет банка «Кольцо Урала». Благодаря нему банк сможет расширить свою региональную сеть в Уральском, Сибирском и Приволжском федеральном округах. Сеть филиалов банка «Кольцо Урала» теперь станет частью региональной сети Московского кредитного банка. Банковские продукты банка «Московского кредитного банка» станут доступны клиентам банка «Урал», а также сотрудникам бюджетных структур. Банки хотят объединить свои сильные стороны для того, чтобы сделать что-то совершенно новое и более мощное. Сделка купли-продажи долей банка «Кольцо Урала» банком МКБ была произведена еще в марте текущего года. Данный шаг продиктован желанием повышения качества предоставляемых банковки услуг и увеличением их перечня, а также дальнейшей цифровой трансформации и повышения качества сервиса для клиентов. На самом деле опыт реорганизации присоединения банков показывает не такой плохой результат. Например, мы можем вспомнить о «Связь банки» и «Промсвязь банки», «Совком банки» и «Банке Восточном», а также других кредитных организациях, которые решились на этот серьезный шаг. Это решение помогло увеличить плюсы двух банков, создав вместо двух одного сильного игрока на банковском рынке. Минкомразвитие задерживает перечисление субсидий на льготные займы банковским организациям по программе номер 1764. Данная программа предусматривает кредитование малого и среднего бизнеса. На данный момент не подписаны даже соглашения с финансовыми учреждениями на 2021 год. Так что же происходит? Возможно, данная задержка связана с весенним изменением в национальный проект. Напомним, что программа льготного кредитования для бизнеса была запущена в 2019 году. По данной программе выдавались субсидированные займы на инвестиционные цели и на пополнение оборотных средств. В программе участвовали более 100 банков России. На фоне пандемии в программу были внесены изменения. Например, касающиеся процентной ставки. Она была снижена до 7% годовой. В 2021 году произошли очередные изменения. Процентная ставка выросла до 7,7 годовых в связи с ужесточенной денежной кредитной политикой от регуляторов. На данный момент правительство готовит новый пакет корректировок по урезанию субсидий для банков. Пока Минкомразвитие не комментирует происходящую ситуацию. Предприниматели теряют доверие в государственные программы по поддержке бизнеса. Конечно, меры по поддержке бизнеса полезны, так как они облегчают работу бизнесу в нелегкий кризисный период. Но, тем не менее, получить их часто по-прежнему бывает сложно из-за бюрократической волокиты. Возможно, силы стоит направить на уменьшение отчетности бюрократии? Пандемия наложила отпечаток на бизнес и работу компании. Все больше сотрудников уходит на удаленку. Видимо, о пользе такой работы задумались и банки, ведь они планируют перевести 30% сотрудников на удаленную работу навсегда. Банки считают удаленную работу выгодной для себя и для сотрудников. Они готовы перевести на удаленную работу 30% сотрудников. Уже сейчас кадровики в банках готовы принять сотрудника на полностью удаленную работу. Эта мера снизит затраты на аренду помещений. Но существуют риски такой работы. Например, может возникнуть утечка информации. Поэтому формат такой работы предполагает дополнительные траты на контроль за персоналом на удаленке. Большинство крупных российских банков имеют все возможности устроить сотрудников на полностью удаленную работу. Но всем ли по нраву будет такой формат работы? Некоторым просто необходим рабочий коллектив и не все могут трудиться в гордом одиночестве. Спрос на валюту в сезон пусков будет падать. Михаил Васильев, главный аналитик Совкомбанка, сделал прогноз для российского рубля на предстоящие 3 месяца. По словам аналитика, доллар будет колебаться в диапазоне 72-76 рублей за единицу. Евро будет варьироваться в пределах 88-92 рублей. Летом рубль всегда падает. Это традиционно связано с сезоном отпусков, дивидендных выплат. Тем не менее, в этом году есть шанс, что рубль сохранит стабильность. Высокие цены на нефть останутся стабильными. Растут цены и на другие сырьевые товары. За июнь-июль этого года Россия должна увеличить добычу нефти за счет смягчения условий сделки ОПЕК+. К тому же в страну придет внушительный поток валютной выручки, что окажет поддержку рублю. Помочь рублю сохранить устойчивость поможет и увеличение показателей ключевой ставки Центрального банка России, которую регулятор планирует увеличить на предстоящем заседании 11 июня. Исключение доллара из Фонда национального благосостояния С 20 мая этого года был начат процесс изъятия доллара из Фонда национального благосостояния. Чем это заменит? Антон Силуанов, министр финансов, считает, что заменой доллару может стать золото, китайский юань и евро. Это делается для того, чтобы защитить вложения фонда из национального благосостояния от инфляционных рисков. В новой нормативной структуре фонда была сокращена доля фунтов стерлингов, но выросла доля юаня и евро. При этом доля японской иены осталась на том же уровне. Золото включили в фонд в обезличенной форме. Отказ от долларов был продиктован ответом на угрозы санкций со стороны США. Многих экспертов настораживают такие поспешные принятия данного решения. В настоящее время фонд благосостояния держит 35% своих ликвидных активов в долларах на сумму около 41,5 млрд долларов и такую же сумму в евро. Остальная часть разновенность пределена в юанях, иенах, золоте и фунтах. Силуанов считает, что после изъятия долларов активы фонда будут распределены следующим образом. 40% в евро, 30% в юанях, 20% в золоте и 5% в иенах и фунтах. Ну а это все новости на сегодня. Ну а с вами была я, Анна Давыдова, финансовый эксперт и журналист компании Всезаймы Онлайн. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, если вам понравился наш материал, и пишите свои комментарии и вопросы. Но мы постараемся ответить на них в ближайшее время. До новых встреч!